Меня зовут Дориан, и это необычное видео. Если ты кликнул на это видео, то значит ты стал одним из тех людей, одним из тех немногих, кому интересен не только контент, который выходит на этом канале, но еще и то, о чем я тебе сегодня поведаю. Название, я думаю, говорит само за себя. Все началось с того, что недавно один из вас, вот этот парень, написал мне вот это сообщение. Я коротко ответил ему и пообещал дать более развернутый ответ вот в этом видео. На самом деле, дорогой мазафакер, за то время, что ты наблюдаешь контент, на этом канале в моей жизни происходили колоссальные изменения. Два года назад я переболел короной. Казалось бы, обычная бацилла, я тоже так думал и не особо ее боялся, но из-за нее мой организм получил обширные повреждения. Коснулось это моего мозга, и еще более сильно это коснулось моего сердца. Я довольно долгое время был прикован к кровати, не знаю, сколько раз ко мне приезжала скорая, и не знаю, сколько раз я не мог нормально дышать. Причем каждый раз, когда меняется пара года, будь то приходит осень, допустим, ноябрь, который вот уже у нас на носу, это меня очень сильно подкашивало. То есть это было в прошлом году, это происходит и в этом году. То же самое происходит все и весной. Отвечая на вопрос оратора выше, я скажу только то, что если я буду исполнять сейчас свои треки на сцене где-то, то я реально на полном серьезе могу словить либо сердечный приступ, либо инсульт. Возможно, сейчас до инсульта не дойдет, но до сердечного приступа вполне себе может. Вот такой вот прикол. И как ты можешь понять, уже сейчас я начал серьезно заниматься YouTube-каналом в тот момент, когда переболел. Но сегодня мы говорим не о последствиях коронавируса для моего здоровья, а о том, почему я не стал топ-артистом на данный момент, хотя у меня имеется такое количество знаний, как многие из вас считают. На самом деле, да, я много знаю музыки, я довольно длинную дорогу протоптал, когда занимался своим творчеством. Мои треки набирали и сотни тысяч прослушиваний в том числе и звучали в моем городе из каждого утюга. Нужно понимать, что за то время, пока я занимался этим YouTube-каналом, я преследовал одну единственную цель – помочь людям в музыке. Я хотел нести свой вклад, чтобы индустрия музыкальная у нас здесь, в СНГ, стала лучше. Это была первая цель. Вторая цель, которую я преследовал – это улучшить свое моральное состояние, потому что, помогая вам, я автоматически чувствовал, что мне становится лучше. И да, и все. По сути, у меня не было никакой большей выгоды. В детстве я думал, как и многие из нас, что я буду владельцем двухэтажного дома, двух машин. Ну, в общем, всего по два и даже больше. Но реально жестче. Я слег с этой заразой и не получал никакого дохода. И, соответственно, так как я не мог пойти куда-то работать, даже по знакомству, потому что я бы просто подставил людей, я должен был находиться дома, ничего не делать и худо-бедно существовать. Вместо этого, и даже вместо того, чтобы начать клянчить у вас средства на свое существование, обещая вам, что каждую неделю будет выходить контент, я продолжал снимать ролики и решил заняться тем, что я умею, и умею делать хорошо. Я умею сводить музыку. В какой-то момент ко мне начали обращаться люди, предлагая мне деньги за то, чтобы я свел их трек. Деньги я не брал, но за сведение трека брался. Чисто попробовать себя в разных стилях сведения, в разных жанрах. Со временем я набрался, ну, обрел довольно большую базу знаний у себя в голове, потому что я занимаюсь сведением, кто не знает, уже в районе 4-х, может, даже 5-ти лет. И надо понимать, что это путь не обычного звукаря, который сидит там и периодически, когда у него есть время, там берет и какую-то информацию где-то выживает. То есть я стабильно просыпаюсь на данный момент в 9 утра, у нас здесь на часах 21-26, и я вот только недавно закончил работу над сведением очередного трека, сходил на пробежку, потому что этого требует мое сердце, без пробежки я просто не смогу нормально существовать. У меня сразу начнется одышка, сразу начнутся сердечные аритмии, если я ничего не буду делать со своим здоровьем, хотя бы 2-3 дня. Так вот, сведением я занимаюсь каждый день и по многу, по очень многое. Я выуживаю постоянно где-то новую информацию, изучаю то, чего я не знаю принципиально. Я не роюсь во всех этих вселенских вещах, где изучают качество звучания микса при различном атмосферном давлении, да, есть такая звукарская шутка, либо что-то типа того. Мне эти вещи не интересны. Мне интересны только те моменты, которые я могу применить на практике, без лишних знаний, пожалуйста. И безумно большое количество времени, которое я проводил дома, из-за своего состояния здоровья, привело к тому, что я начал заниматься самообразованием. Я начал учиться в звукорежиссуре. Ну и в какой-то момент я начал заниматься сведением музыки за деньги, потому что, как мне казалось, у меня это получается. Так что будьте уверены, если вы приходили ко мне для того, чтобы я свел ваш трек, вы, оплачивая мою услугу, также и поддерживали этот проект однозначно. Со временем работы стало так много, что я был вынужден нанять монтажера. И, соответственно, теперь работаю с человеком, который мне помогает в моей работе, потому что треков действительно много приходит на сведение. И я стал известен не только на своем YouTube-канале, но еще и в различных околомузыкальных кругах. Различного рода крупные артисты, звукорежиссеры, мелкого калибра пока. Я превратился из такого себе музыканта, в человека, который что-то знает о музыке. Я не могу сказать, что у меня какой-то большой колоссальный опыт, который однозначно некоторым из вас кажется таковым, но поверьте мне, мы на дне пищевой цепи звукорежиссуры на самом деле находимся. Просто у меня есть интерес брать проекты моих клиентов и доводить их до совершенства пока человеку. Это не будет нравиться настолько, что он мне скажет, да, Дориан, это то, что я хотел получить от своего трека. Вот это на самом деле меня и подпитывает сейчас. Именно по этой причине, не только по причине здоровья, я также не занимаюсь сейчас своей музыкой, потому что во мне постоянно борются вот эти вот два, добро и зло, начать заниматься опять своей музыкой или продолжать заниматься звукорежиссурой и стать профессиональным действительно звукорежиссером. Ну и конечно то, о чем следует сказать, наверное, нужно было об этом сказать в первую очередь, потому что сейчас все об этом говорят. Я назову это боевыми действиями. Это то, что происходит между Украиной и Россией на протяжении вот этих вот уже 8-9 месяцев. Нужно ли говорить, что я нахожусь всего в 70 километрах от линии фронта? Я думаю, вы понимаете, насколько здесь напряженно. Я ничего не буду говорить плохого ни про Украину, ни про Россию. Такой уж я человек. Я в первую очередь музыкант, звукорежиссер, блогер. Поэтому если вы не поддерживаете мою точку зрения, то нам априори не по пути. Ну а если вы не ярый националист и вы можете адекватно мыслить и воспринимать ситуацию, тогда мы уж точно найдем общий язык, потому что у нас здесь как бы другая тема. Если вы хотите узнать что-то про политику, вы идете на политические каналы. А мы здесь с вами говорим про музыку и уж теперь про различные душевные истории. Причиной, по которой я не продолжаю свою музыкальную карьеру, являются средства. Финансовые средства, как несложно догадаться. У меня есть довольно крутой план, как можно круто залететь, но для этого нужны хорошие деньги. А в той реальности, в которой я нахожусь, нужно как-то существовать. И возможно даже в скором времени нужно будет переезжать. Поэтому на данный момент вся загвоздка сейчас кроется именно в выживании. А надо понимать, что у меня есть и родные, и близкие, и нужно заботиться друг о друге. В общем, каким-то таким получилось это видео, которое должно было быть более слюнявым, наверное, сопливым. Но вы знаете мой темперамент. Я не опускаю нос и всегда подшучиваю над ситуацией, какой бы она ни была. И честно сказать, я хотел записать это видео очень давно, просто не было как-то повода, что ли. А сейчас будто груз с плеч. Хотя столько в моей жизни произошло за последние не только два года, но и последние пять лет, что нам не хватило бы с вами, наверное, и дня, чтобы обговорить все эти вопросы. Во всяком случае, вы теперь знаете, почему я не топ-артист со своими огромными знаниями. И можете давать какую-то конструктивную оценку тому, что я делаю, почему я это делаю, с какой целью. И вы теперь понимаете, какой я человек. Если вам зайдет такой формат видео, то я буду показывать вам больше моментов из своей жизни, больше показывать и рассказывать о том, как я живу, что я делаю. Но это не будет вредить тому контенту, который регулярно должен выходить на этом канале. В первую очередь я музыкант. В первую очередь каждый из вас музыкант. Будь то битмейкер, рэпер какой-нибудь, вокалист или звукорежиссер. Мы все, так или иначе, в околомузыкальной тематике. Нас на канале в скором времени соберется 10 тысяч человек. И это будет знаменательная цифра для меня и в какой-то мере победа. Потому что в такое сложное время я смог с вами собрать вот такой, не побоюсь этого слова, клан, семью музыкантов. Для меня эта цифра много значит. Надеюсь, и для вас тоже. Спасибо вам за то, что остаетесь рядом. И до новых встреч, мазафакеры. А вы думали, рофла не будет? Наебел.